Sony Xperia C5 Ultra Dual с двумя сим-картами. Модель конца 2015 года по-моему. Второй раз попадается. Мне первый раз не получилось записать видео. Сейчас попробуем записать. Дисплейный модуль на нее. Небольшая цена, я считаю, 80 евро стоит такой модуль вместе с рамкой. Проклеенный. Двусторонний скотч по периметру для батареи. Все закрыто пластиком. Шлейф дисплейного модуля. Резинки камеры, датчиков, микрофона. Все стоит в хорошее качество. Очень. Кнопки. Заглушка. Сим-карта с картой памяти. Итак, телефон, как видите, белого цвета. Еще белого мне нашли. Дисплейный модуль. Договорились с клиентом. Убедили его поставить черный. Он согласился. Так что будем ставить черный. Итак, разбираем телефон. Снимаем заднюю крышку. Помимо двустороннего скотча, она застегнута на клипсы. Винты все одинаковые. Не знаю, сколько штук тут. Больше десяти точно. Одинаковые черные винты. Удивила стоимость мне дисплейного модуля. 80 евро. Цена замены 90. Десять евро всего. Берем мы за замену. Мало. Но таковы цены у нас, на нашем рынке. Большая конкуренция. Поэтому цены невысокие. Зато оборот ремонта сотовых телефонов очень большой. Поэтому компенсируется ввиду этого. Итак, почему же цена такая небольшая? Я думаю, судя из стоимости самого смартфона, новая модель. Тоже не знаю, почему недорогой. Восьмиядерный процессор. Стоит на нем 6-бюймовый экран большой. Отличное, прекрасное качество. Алюминиевый каркас. Немного характеристик у него достаточно серьезных. Не знаю, почему цена смартфона невысокая. Стоит он у нас порядка 200-250 евро. В зависимости от места. Соответственно, дисплейный модуль вышел. Тоже неворогим. Ну так, сняли все винты. Тут около 20 штук. Подключаем смартфон. Не отключается. Тач не реагирует. Повреждена сенсорная матрица. Еще на Xperia есть волшебная кнопка, с помощью которой мы сможем выключить телефон. Телефон погас. Итак, отстегиваем батарею. Снимаем заднюю рамку с антеннами, модулями, множественными. Снимаем сверху. Отстегиваем виброзвонок. Снимаем аккуратно заднюю рамку. Еще двусторонний скотч. Здесь наверху у нас есть пару клипс, которые не дают рамки. Таким образом вытаскиваем. Убираем сторону. Отстегиваем камеру. Отстегиваем дисплейный модуль. Давайте проверим сразу наш новый дисплейный модуль. Хера не вижу. Большой разъем достаточно. Включаем. Включаем. Ждем загрузки. 13 мегапиксельная камера. Читаю характеристики. 8 ядерный процессор. Объем встроенной памяти 16 гигабайт. Слов для карты памяти. Итак. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Все работает. Отключаем модуль. Телефон. Отстегиваем. Для начала нам нужно снять батарею и боковые алюминиевую рамку с этой стороны, вот эту часть и с этой стороны. Для этого я помещаю смартфон на сепаратор, разогреваю его. Оставайтесь на связи. После разогрева телефона до 100-110 градусов продолжим снимать. Продолжаем снимать. Температура 100 градусов аппарата. Почти. Отсоединяем батарею аккуратно. Не слишком сильно она приклеена к каркасу. Сняли батарею. Теперь уберем эту заглушку пока. Снимаем боковую панельку алюминиевую. Ввиду того, что она алюминиевая, не сильно сгибайте ее. Потому что согнутую панельку восстановить будет тяжеловато. Аккуратно отсоединяем ее. Она на двустороннем скотча. О, легко. С этой стороны. На горячем телефоне все, конечно, легко снимается. Вот он, черный двусторонний скотч. С этой панельки половина скотча осталась на рамке телефона. Добавим, когда будем монтировать, наверное, немного кривого скотча. Туда полоску. Снимаем системную плату. Здесь у нас клипса. Аккуратно отстегиваем. Забыл вытащить слот сим-карты. Такой интересный слот. Металлический. С пластиковыми бортами. Достаточно прочный, в отличие от семейства Xperia Z. Снимаем, что у нас есть слот сим-карты. Где слот сим-карты очень слабый. Так, с этой стороны у нас камера. Извлечем вместе с камерой. Сняли системную плату. Давайте посмотрим, что нам нужно перенести на новый дисплейный модуль. Снимаем пластик с нижнего динамика. С места посадки двусторонний скотч виброзвонка. Так, вот смотрите, резинку снимать не надо. Она у нас стоит. Ну, естественно, этот звонок снимаем аккуратно. Переставляем новый модуль. Так, здесь у нас всё стоит. Резинки стоят. Верхний динамик переносим на новый модуль. Снимаем прокладку. Очень тонкая. Вряд ли получится её снять, но не страшно. Ставим так. Ничего не потеряем. Пластик с передней камеры. С задней камеры. Как видите, прокладки стоят. Внизу прокладка стоит. Переставлять тоже ничего не надо. В общем-то, всё нормально. Хороший дисплейный модуль. Снимаем пластик со скотча батареи. Снимаем динамик. Прокладка динамика у нас стоит. Переставляем динамик. Динамик. Прокладка у нас тоже стоит. Двусторонний скотч под шлейф. динамик. Остался на пластике. Учитывая, что мы поменяли цвет дисплейного модуля. Белый на черный Обратите внимание на кнопки На черном дисплейном модуле Стоят черные кнопки Соответственно на белом серебристые Учитывая что Боковая рамка У нас серебристого цвета Оставим кнопки Поставим кнопки Черные Здесь как видите Поменяем на серебристые Я думаю так будет правильно И заглушку Соответственно тоже Поставим серебристого цвета Я думаю Серебристая боковая рамка Будет нелепо смотреться С черными кнопками Добавляем У меня тут Я думаю что Мутную кнопку Я думаю что Поменела Я думаю что Это будет Мне кажется, что это оригинальный дисплейный модуль. Настолько все качественно сделано. Качество дисплея до самых мелочей, даже двусторонний скотч батареи такой же формы, как и оригинальный. Переставили кнопки. Вставляем системную плату. Начинаем с разъема наушников, который немного выпирает. Вставляем в рамку дисплейного модуля. Отставляем вот эту клипсу. Нижнюю часть. Застегиваем дисплейный модуль. Вставляем камеру. основную. Вставляем слот. Ставим боковые рамки алюминиевые. С другой стороны. Батарея. Шлейф батареи идет сверху. Разъем разъема разъема. Застегиваем. Отлично все легло, ничего не торчит. Все ровно. Собираем. Как видите, простая замена дисплейного модуля на Xperia C5. Дисплейный модуль на Xperia C5. Сложный еще здесь не увидел. Опасных моментов тоже не было. Герметичность телефона соблюдать не надо. Порядка 15-20 минут. Не спеша. Дисплейный модуль заменен. Включаю телефон пока. Монтаж упрощает. Еще, конечно же, винты одинаковые. Удачная конструкция, на мой взгляд, не свойственная для Xperia C5. Загружается телефон. Отличное качество дисплея. Удачная конструкция. Загружается телефон. Все отлично. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Это была новая модель от Xperia C5. Мне очень понравилась. Особенно цена как модели, так и дисплейного модуля. Поставим рамку. В результате у нас получилась такая комбинация черно-белого телефона. Я бы сказал, неплохо. Итак, друзья, всем удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание, за терпение и до новых встреч. До встречи. Продолжение следует...